Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня эксперты продолжают обсуждать послание президента Федеральному собранию. Очень много идей, толкований. Мы вас пригласили как человека, который прекрасно знает вопросы работы бизнеса. Ожидаемым было послание в части именно предпринимательства? Или может быть хотелось каких-то более острых вещей услышать? Ну, то, что экономический блок стал после национальной безопасности и после него социальной, вот это приятно, что наконец-то экономику мы, скажем так, двигаем все выше и выше и считаем, что это приоритет. По поводу того, что мы услышали, ну, недавно была конференция, и то, что у нас обсуждалось, и вопросы, и часть из них прям было отражено президентом. Это и налоговые, скажем так, каникулы на изменение налогового законодательства на 4 года. Мы настаивали 5 и 10 лет просили, но мы 4 года хорошо, чтобы люди могли думать о работе, а не, скажем так, о чем-то другом. По проверкам, то есть я считаю, что блок с проверками больше на упреждение. Не скажу, что в Хабаровском крае прям кошмарит бизнес, но вот в условиях, когда бюджету не хватает денег, первое желание пойти и найти эти деньги у тех, кто работает. Поэтому я надеюсь, что вот слова президента о том, что легально работающий бизнес не надо трогать, а надо искать, проверять закон, и именно кто нарушает законы, тех проверять. Вот это ответ его на наш посыл, что надо работать с теневым бизнесом. Вот я поэтому призываю нашу правоохранительную систему как бы прислушаться к президенту и перенастроить свою работу в полном объеме на работу с теневым сектором экономики, и там искать дополнительные деньги для бюджета. Что мы не услышали, на мой взгляд, а очень хотели дальневосточники, что все-таки действующий бизнес также получит какие-то, ну не преимущества хотя бы, а равные условия ведения деятельности с другими территориями. Это мы ждали просеверные наши вот эти деньги, которые предприниматель обязан платить. Это отпускные, да? Да, отпускные для северных территорий, наш больной вопрос. Мы надеялись, что не только в ТОРах, хотя приятно, что ТОРам подтвердили, несмотря на все угрозы, что туда... Ну вот смотрите, и зеленый свет дан и индустриальным паркам, да? Да, пойдем. Сегодня у нас в нашей законодательной доме законопроект этот проходит, что государство будет финансировать часть расходов. Однозначно. Мы очень это все поддержим, потому что на слуху, как сложно начать какое-то производство. И если говорить про индустриальные парки, это так как раз возможность. То, что я всегда говорю, что эффективное производство, это когда за год можно от проекта до выпуска новой продукции. Вот если мы говорим о реальной конкуренции с азиатскими рынками или с другими рынками, вот должны быть такие цели поставлены, что если с момента начала проекта до выпуска через год, так делают Самсунг, другие лидеры, да, мы можем обеспечить выпуск продукции, тогда она будет, а, конкурентоспособной, не устареет, и мы сможем конкурировать. Вот индустриальные парки, это такая возможность, пришел инвестор, есть площадка, все там подготовлено, он зашел, занимается непосредственно своим бизнес-процессом, а не так, как сейчас, 4 года, согласовывает все проектные предварительные решения, и его продукция уже потом никому не нужна. Поэтому это правильное направление. У нас, кстати, в крае эта работа велась предварительно, я надеюсь, этот импульс дополнительный будет с федеральной поддержкой, и быстрее эти индустриальные парки заработают. Что касается, вот вы сказали, да, федеральная поддержка, конечно, сразу хочется услышать А и услышать Б, что да, мы поддерживаем индустриальные парки, а где деньги? Вот как быстро реализуется вот этот механизм, да, вот президент вчера заявил об этом, а послезавтра уже пошел первый транш. Я всегда за то, что скорость на сегодня это ключевая вещь, да, потому что, к сожалению, и было вчера экспертами многими сказано, и 2011, и 2012 года много хороших вещей говорилось, ряд из них продублировалось по поводу импортозамещения, по поводу высокотехнологических рабочих мест населения, но очень долго проходят все решения, да, поэтому, ну, у нас, скажем так, создали министерство по развитию Дальнего Востока, но мы от них ожидаем большей скорости влияния на работу на дальневосточном направлении. Ну, чинонящий аппарат никогда не отличался высокими скоростями. Поэтому вот я услышал, вот как это, сейчас мы, каждый слышит у президента то, что он хочет услышать, и это трактует. Вот я услышал фразу, которая всегда нас беспокоит, что все-таки бюрократия, в ее там плохом понимании бюрократия, это угроза национальной безопасности. И я считаю, что вот если это трактовать так, что именно отсутствие... Бюрократа приравнять к террористу. Ну, не к террористу, а именно к человеку или там группе лиц, из-за которых наша экономика, мы не можем как страна быть конкурентно способны и отстаивать вот те базовые вещи, которые суверенитет, нашу целостность, наше развитие, авторитет государства. Вот я вот с этой бы стороны посмотрел. То есть, если чиновник понимает, и он делает на своем месте все, что необходимо, чтобы другие участники процесса, от него зависящие, могли быстро решать работу на своем месте, так же качественно, да, чтобы и вот все мы вместе тогда можем получить тот итоговый результат. К сожалению, пока зачастую мы ходим вот по этим коридорам, и вот эта разрозненность, разноплановость законодательства, вроде вертикали власти, а по сути и муниципальный, и региональный, и федеральный уровень, куча ведомств, министерств, все между собой иногда недосогласованы, вот это очень сильно сдерживает вот ту скорость, которая сегодня требуется бизнесу. Потому что, я говорю, если будет скорость, если будет быстро проходить все, скажем, бэк-офисовские процедуры, то тогда мы сможем получать продукты качественной, конкурентоспособной. Сергей Владимирович, давайте еще по конкретике, да, вот президент обозначил каникулы для бизнеса, да, что, например, предприятие, которое имеет прекрасную репутацию, освобождается от уплаты части налогов. А кто тот определитель репутационный? А вот репутационная часть у нас в крае дискуссия пятилетняя. То есть наша позиция, что любой предприниматель должен находиться либо в общественной организации, либо в отраслевой организации. И только это определяет его репутацию? Нет, это первое, да, как бы первый фактор, что если он находится, то, по крайней мере, разные, то есть вообще, как бы, гражданин должен оценить по-хорошему рублем своим хорошую репутацию этого предпринимателя или плохая. То есть либо он пойдет за его услугой и товаром, или не пойдет. Если он не пойдет, все, он больше не предприниматель, и вот его граждане оценили. Это, как бы, вот такой посыл, как граждане должны оценивать. Если говорить о каких-то формальных критериях, как сейчас органы власти, опять же, со своей системой будут определять плохой-хороший, то, ну, такое поле для диалога, мы можем тут 20 минут дискутировать, да, на эту тему. И у каждого будет своя точка зрения. Поэтому вот я надеюсь, что вот как раз общественные механизмы контроля, вот эти общественные палаты, краевая и федеральные, там, различные общественные организации, вот они сейчас встраиваются в работу с властью, и, наверное, на этих площадках должны вырабатываться вот эти критерии совместно с властью, чтобы это был консенсус и у людей, и у представителей власти, что такое репутация. Это больше такие, вот президент поднял вообще вопрос о репутации профессии любой, да, что каждый должен, во-первых, гордиться, дорожить, и он, вот мы должны вернуться, чтобы с высоко поднятой головой ходить и говорить, что вот я занимаюсь таким-то видом деятельности, и у меня репутация хорошая, и если она у меня плохая, я должен, скажем так, не спать спокойно. Вот к этому надо идти, потому что тогда много вещей уйдет, и вот таких недобросовестных, как по окнам роста, я, допустим, крайне негативно оцениваю таких людей, которые вот так граждан бросают, можно сказать, подставляют и тень кладают на весь бизнес. Ну это же такие философские моменты, да, там же все равно должен работать закон, да, получается у нас закон бессилен, вот в случае с окнами роста. Да, у нас, получается, закон на сегодня бессилен, потому что, опять же, люди, которые, они никому, они не входят в никакие профессиональные, их они никто, так же, как турбизнес. Вот полетели компании, они нигде были, сейчас что государство, наконец-то оно в этой области сделало более-менее реестр, всех завели, все под контролем, какие-то взносы. То есть государство не должно устраняться, оно не должно регулировать экономику от и до, но оно должно правила игры устанавливать, чтобы эти правила были прозрачны, и чтобы участники рынка отвечали за то, что как они там все ведут. Это не базар, это должны быть достойные отношения, уважительные, как предприниматели, так и граждан, и к взаимной ответственности. Вот государство, это та структура, которая обязана участвовать в выстраивании вот этих правил. Сергей Владимирович, если сформулировать вот вами, может быть, самое главное, что бы вы хотели услышать от президента, но не услышали? Самое главное, самое революционное, чтобы, наверное, вот весь, вся предпринимательская элита подняла руки и сказала, браво, мы этого ждали. Ну, каждый предприниматель в своем рынке... Не уходите от этого. Да. Мы хотели бы услышать, по крайней мере, дальневосточные предприниматели, хотели услышать, как мы, что мы получили такие уже условия деятельности ведения предпринимательства, как и другие предприниматели всей остальной России, что мы можем конкурировать по-честному, да. То есть это электроэнергия, да, дешевая? Это электроэнергия, железнодорожные тарифы, это кадры. Самый больной... Второй вопрос больной. Я надеялся, что президент что-нибудь такое скажет, и завтра у нас на территорию поедут люди. Поедут просто люди, да. Вот мы... Он сказал, что у нас было 144 миллиона, осталось 148. Вот если бы этих 4 миллиона, как было в программе, приехали на Дальний Восток, или 2 миллиона, то это было бы замечательным подарком всем, в том числе предпринимателям, они бы могли на будущее навсегда остаться сами, заниматься бизнесом на этой территории, зная, что у него есть будущее. Вот мы ждали вот таких вещей, больше общих. Сергей Владимирович, ну теперь будем смотреть, как пойдет реализация всех этих главных месседжей, которые поставил перед страной, перед нами и перед вами президент. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо.